Министр туризма и спорта страны провел встречу с кустанайцами во дворце молодежи. Пришли на нее в основном люди, которые либо работают в управлении или отделах спорта, либо сами спортсмены. Людей интересовало, будет ли в Кустанае построена школа-интернат для спортсменов. Ведь так спорт станет доступней для талантливых ребят, в том числе и из сел. Есть определенные вопросы, которые мы будем решать в таком области. Но вообще мы на будущий год начинаем строить в семи областных центрах новые школы-интернаты. И в том числе мы планировали кустанай. Но теперь будем разговаривать. И этот вопрос, он такой, я знаю, что он необходим. Почему? Потому что мы говорим о том, что о перспективах, о том, что как наше, скажем так, какое поколение растет. Вот школа-интернат здесь сыграет особую роль. Еще вопрос его задали журналисты. Футбольный клуб Табол финансируется из бюджета и содержит дорогостоящих легионеров. Продолжится ли эта практика? Табол – это основная команда, которая поставляет спортсменов в сборную Казахстана. И, по словам министра, бюджет клуба из госказны уже сократился с 4 миллиардов тенге до 1,2 миллиарда. Что касается легионеров, то это общемировая практика. По его мнению, благодаря этому спортсмены перенимают опыт друг у друга. Мы сегодня все живем футболом. Видите, как он у нас динамично развивается. Буквально за год та же команда, она перестроилась, стала совершенно другой командой. Вы этому все свидетели, вот как мы сыграли в Сан-Марино, поехали в Словении. Ну, конечно, неудачно, но факт, как ребята боролись, совершенно другая, качественная получилась команда у нас сегодня. И ваши ребята, Ислам Чесноков, пожалуйста, два гола Сан-Марино, он герой. Глава ведомства также подчеркнул, что помимо зимних в Кустанайской области необходимо активировать развитие и летних видов спорта. По итогам прошедших азиатских игр в Китае впервые, начиная с 1998 года, в копилке Кустанайской области ни одной золотой или серебряной медали, отметил он. Что касается нехватки спортивной инфраструктуры, то министр подчеркнул, что сейчас идет разговор о строительстве многофункционального спортивного комплекса в Кустанай, в котором будет в том числе и легкоатлетический манеж. Возможно, возведение начнется уже весной следующего года. Алжас Ясин Жигитов и Татьяна Калюжная, РТН.